В международном конкурсе хореографов БЭС-шоу продолжаем говорить и мы в нашей студии. Представляем вам наших сегодняшних гостей. Это организаторы конкурса Анастасия Варкунова и Вячеслав Хирный, сенсей, в гостях у нашей программы. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, надвигается юбилейный конкурс, в связи с чем, наверное, можно уже предположить, что будет много всего, приуроченного именно к юбилею того, чего не было раньше. О некоторых сюрпризах уже рассказал Эвел Дукуль, но все-таки хочется у вас, как у организаторов, узнать все подробности. Ну, этот год у нас юбилейный, пять лет. В связи с этим мы сделали наш конкурс на день меньше, чем обычно. Обычно у нас два дня. Ну, чтобы отпраздновать. Правильно, потому что мы хотим его отпраздновать сразу разом, выстрелить и не размазывать это на несколько дней и так далее. Поэтому у нас в этом году идет видеокастинг, прошел уже видеокастинг, у нас не могли попасть все, кто хотел. У нас попали на конкурс только те, кто прошел именно этот отбор предварительный по видео. Вот, и поэтому, помимо того, что на сцене будет все только красивое происходить, мы еще этой красоте добавляем специальные спецэффекты, которые используются на самых крупных концертах для больших звезд. Мы увеличили сцену расчистили, она станет больше, она станет еще красивее, потому что мы ее делаем под телевизионную картинку, потому что у нас будет трансляция идти в интернет, прямая трансляция. На каналы тоже будут идти трансляции, причем в разные стримы пойдут и на Россию, и на Европу, в общем, много-много-много всего. И хочется, чтобы люди это увидели, у нас все получится. То есть можно предположить, что если был, предшествует и сейчас идет даже видеокастинг, то это будет какой-то особый все-таки уровень качества выступлений? Да. Как вообще проходил этот отбор? Кому говорили нет? Вот Настя, может быть, может рассказать. Мы получали заявки от всех участников, определили дату, до которой мы рассматриваем все заявки. Потом с коллегами сидели, все смотрели, долго дискутировали, конечно, потому что были спорные вопросы, но, тем не менее, остались самые лучшие. И в плане хореографии, и в плане качества, самой техники. То есть рассматривали разные позиции. Категорий очень много, в том числе есть и те участники, самые-самые маленькие, категория мини-кидс. Вот во время видеокастинга, вот как это происходит, кому можно сказать нет? Вот как этих деток, которые только начали заниматься, как их вообще можно отсеивать? Поэтому мы взяли всех. Ага, то есть мини-кидс не проходили кастинг. Самые маленькие кастинг не проходили. Должны были, но не проходили. Я хотел бы поговорить про членов жюри. Приглашенная звезда – это Лайма Вайкула. И получается, что на конкурсе немаловажная роль, задача танцоров, танцовщиков – это понравиться Лайме Вайкула, которая будет давать свои спецнаграды и приглашать на свой фестиваль, насколько я понимаю, Лайма-рандеву, который состоится летом. Да, это замечательный приз от нашей самой известной певицы Латвии. И более того, хочу сказать, что Лайма Вайкула сама по себе, она не просто певица, она всегда имела отношение прямой к хореографии, она до сих пор не пропускает репетиции своих танцоров для своих выступлений. То есть она имеет к этому прямое отношение. И вот этот замечательный приз, да, будет для команды. Один из призов, вот именно участие в рандеву, Лайма-рандеву. Но участие именно на сцене, не в качестве гостей, а на сцене. И именно на сцене со своим сольным номером. То есть не как подтанцовка, а именно свой, именно вот свой шоу-кейс. Шоу будет приглашено. Да, да. Будет именно вместе с Лободой, с Лепсом на одной сцене. Для нас это огромная честь, конечно же, что Лайма посетит наше мероприятие и пригласит наших участников. Это было неожиданно. Трудно было уговорить Лайму? А вот скажу так, уговаривали не мы, и никто ее не уговаривал в принципе. Потому что она как-то, ну, это получилось, у нас есть пиар-менеджер Лев Березин. И он директору сказал про такой интересный ивент. Интересно или нет? И она как-то сразу, да, интересно. И все. И вот. То есть мы не пробивали, мы не искали контакты. И это очень приятно, это на самом деле очень приятно, когда такие люди, они отзываются и принимают в этом участие. Это поддержка в принципе в танцевальном обществе. Но для вас это вообще, наверное, звучит как комплимент. Ну, надо сказать, что мы, наверное, общались и знакомы с организаторами бест-шоу уже довольно давно. Потому что вы были в нашей студии, когда конкурс только начинался, когда он только развивался. И вот прошло уже определенное количество лет, и вот уже у вас гость Лайма Вайкула и приз Лаймы Вайкула, и уже сцена Лаймы Рандеву тоже. Это ведь для вас тоже какой-то, наверное, шаг вперед? Да, конечно. Это уже следующий уровень, я так считаю, с появлением Лаймы. Это однозначно. Кроме Лаймы Вайкула, какие еще известные люди войдут в состав жюри? И обычно вас посещают различные известные хореографы из других стран с большими громкими именами. Да, хореографы у нас будут. Ну, наверное, для простого зрителя имена мало что скажет. Единственное, что, например, Марлун Свуш из Англии, он был хореографом и танцором в фильме художественном «Стрит-дэнс 3D». Он проходил в кинотеатре, потом они после этого с этим шоу прокатали всю Европу. Ну, то есть это именно тот самый хореограф, тот самый танцор, который снимался и в этом фильме. Ну, и где он только не снимался, что он только не делал. Наверное, то, что именно медийный момент «Стрит-дэнс 3D» проходил у нас в кинотеатрах из интересных личностей. Томас Бенстон, хореограф, очень знаменитый танцор, он из Швеции. Он делал хореографии для Евровидений, именно для победителей. И МТВ-награждение всевозможных. Тоже очень знаменитый человек. Он неизвестный. Я имею в виду не про танцоров, а из интересных личностей. Кто у нас еще будет? Ладно, пусть останется у нас секретом. Это будут сюрпризы. Я сразу так и не вспомню, что на самом деле... На день рождения должны быть сюрпризы. Да, да. А вот этот конкурс, он будет интересен только участникам или для зрителей? Вот если просто кто-то хочет зайти, прийти и посмотреть на это, как на танцевальное шоу. Ведь будет, понятно, коллективы, которые только-только начинают свой танцевальный путь, но будут и профессионалы, категория «Про», а это, надо понимать, уже действительно настоящие номера, настоящие танцевальные шоу. Вот будет ли возможность просто зрителю прийти, посмотреть? Да, есть такая возможность. В принципе, у нас вообще идея этого конкурса, она изначально была не как обычно среди танцоров, а время из лучшего, и чтобы танцоры об этом знали. А мы хотим именно показать зрителю, вот именно цель показать зрителю танцы. И поэтому, конечно, мы приглашаем все, кто у нас были, они все в восторге, и приходят каждый год уже потом к нам на наши мероприятия, потому что мы стараемся все сделать для того, чтобы именно картинка была для зрителя. А вот интересно, мы говорим о жюри, о судейской коллегии конкурса. Вот система оценивания номеров, что она собой представляет? Есть какой-то, мы знаем, вот это жюри европейского уровня, там с европейским сертификатом, вот как-то так это обычно звучит. Есть какой-то стандарт, не знаю, европейский, мировой стандарт оценивания номеров? Или это все-таки дело вкуса, дело какого-то профессионального глаза, навыка? Или есть вот какие-то критерии, стандарты именно зафиксированные? Есть у каждой, как в спорте в любом, есть свои правила. Да, нормативы какие-то есть? Да, ну как в любом спорте есть много, как это называется, версий. Там в боксе есть куча версий, по ним проходит. Система оценок таких. Соответственно, там есть система оценок, система судейства и так далее, и тому подобное. Вот, и так же и в танцах есть, в каждом чемпионате, в каждом есть свои версии. Вот, и естественно, у нас своя версия, немножко не как у всех. И она отличается от общепринятых. Но хочу сказать одно. Я как танцор, и как Анастасия танцор, с очень большим стажем, столько не живут. Сколько делали чемпионатов, отборочных. На чемпионате мира делали очень много отборочных в свое время. По разным версиям. И есть у каждого свои системы оценок. Скажу так, вот, наша версия, которую мы сделали с привлечением людей со стороны медийных. То есть, когда сядут хореографы и представители медиа, складывается та самая оценка, которая хочется, ну, у которой ты вот, вопросов нет. Вот, честное слово, мы сколько делали чемпионатов, и сами же набирали судейскую линейку, и потом получали результаты. У нас были вопросы. Просто у каждого, ну, как бы, у танцора есть свое субъективное мнение. Вот, и у каждого есть какие-то, может, предпочтения или видения именно танец должен быть таким, например. Простой зритель, он как принимает? Он, ну, он не знает, что это за стиль, как его правильно танцевать. Он просто принимает энергетику, и вот тебя вставил или тебя не вставил. И просто принимает сердцем. Да. А это, наверное, все-таки самый главный танк, ну, вообще, определяющий фактор танцев, я так считаю. Это, в принципе, танцы, ну, это же надо дарить какую-то энергетику зрителю в первую очередь. А стилистика — это инструменты, которыми ты пользуешься, в принципе. Дарить энергетику зрителям. В общем, за энергетикой танца, за классными номерами, за выступлениями, за красивыми выступлениями 1 мая приходите на международный конкурс хореографов «Бэс-шоу», который пройдет в нашем городе, его организаторов Вячеслава Хирнова, Анастасия Варкунова. Мы благодарим за эту беседу. Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам большое, что пригласили.